здравствуйте приветствую вас на своем канале сегодня свяжем повязку ободок крючком повязку можно связать на весну на лето смотря какой вы возьмете пряжу я вязала из хлопка в 100 граммах 400 метров крючок использовал 17 миллиметров повязка состоит из колец соединенных между собой потом делала обвязку я набрала цепочку из 20 воздушных петель замыкаю цепочку в кольцо соединительным столбиком провяжу две воздушные петли подъема и теперь в это же кольцо провяжу 39 столбиков с накидом всего 40 столбиков с накидом вместе с петлями подъема нужно ее Oklahoma их полетит свяжите вadore responsible for theangenadi накидом в кольцо соединяем круга замыкаем ряд соединительным столбиком получаем такое кольцо нить обрываем она нам больше не понадобится и приступаем к вывязыванию следующего кольца я решила сделать кольца разного цвета набираю также 20 воздушных петель и теперь нам эту цепочку надо соединить с предыдущим кольцом здесь есть лицевая сторона изнаночная берем кольцо к спеет лицевой стороной протаскиваем цепочку и сейчас соединяем цепочку в круг соединительным столбиком образуем кольцо и теперь все то же самое как мы делали делаем петли подъема набирая 2 воздушные петли подъема и в это же кольцо провязываю еще 39 столбиков с накидом если вы возьмете чуть-чуть другую пряжу вам может быть потребуется чуть больше столбиков для того чтобы заполнить пространство здесь понять самая главная суть то есть у меня вот кольца 20 воздушных петель основания и 40 столбиков я вяжу в кольцо и вяжу такими кольцами меняя цвет полосу равную обхвату головы но здесь надо учитывать что полотно вытягивается так что не берите с запасом пусть это лучше будет немножко в натяг чтобы потом не было велико я связала вот такой полосу из колец чуть меньше обхвата головы и сейчас мне останется последнее кольцо сделать для того чтобы соединить в круг также набираю цепочку из 20 воздушных петель также протаскиваю через кольца теперь буду замыкать цепочку соединительным столбиком в кольцо и далее в кольцо провяжу 40 столбиков с накидом у меня будет две воздушные петли подъема и еще 39 столбиков в это же кольцо то есть всего с петлями подъема 40 столбиков теперь ряд столбиков без накида и заодно будут соединять кольца между собой фиксировать у меня получилось так я по кольцу вязала 7 столбиков без накида восьмое соединяла два кольца вместе и так вяжем весь ряд с одной и с другой стороны и так в следующий раз рассмотрим Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А можно делать, как я делала. Я в некоторых местах пропускала петли, чтобы полотно выровнять. В основном это делала вот как раз на вершине. Пропускала одну петлю для того, чтобы сравнять полотно. Провязали ряд полустолбиков. Теперь делаем обвязку. Ввожу крючок как при вывязывании столбика без накида. Вытягиваю петлю, оборачиваю две петли рабочей нитью и провязываю две петли вместе. Снова ввожу крючок, вытягиваю петлю, оборачиваю две петли рабочей нитью и провязываю эти две петли вместе. У нас получается такой зубчатый аккуратный край, напоминающий рачий шаг. И вот таким рачьим шагом имитации мы провязываем все до конца. Здесь в последнем ряду обвязки, тоже как вариант, чтобы выровнять полотно, можно поднять не две петли, чтобы было, а три петли на крючке и провязать три вместе иногда. Для того, чтобы полотно выровнять. Я так иногда делала, чтобы выровнять полотно у себя. До новых рукодельных встреч!